Приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня готовлю маринованные шампиньоны с овощами. Получается что-то вроде закуски по-корейски. Грибы пропитываются ароматом овощей и специй и получается очень вкусно и пикантно. Это блюдо можно подавать как отдельную закуску, а можно использовать в качестве компонента в какой-нибудь салат. Количество ингредиентов берите на свой вкус, а примерный список смотрите под описанием. Если вы берете мелкие шампиньоны, их можно использовать целиком. Помимо этого, в зависимости от размера, их можно порезать напополам, на 4 части и даже пластинами, если у вас крупные грибы. Итак, в кипящую воду отправляю грибы, добавляю лавровый лист и соль. Варю 4-5 минут. Конечно же, время варки зависит от размера грибов. Тем временем на растительном масле обжариваю лук. Я его режу довольно крупными кусками. Обжариваю на сильном огне, чтобы лук зарумянился, но не успел стать слишком мягким. Морковь я натираю на терке для салатов по-корейски. Единственное, что делаю не длинную соломку. Мелко режу зелень и болгарский перец. Я предпочитаю его резать тоненькими небольшими кусочками. Кладу к овощам грибы, можно прямо в теплом виде. Черный молотый перец и молотый кориандр. Капельку жгучего перца, сахар и соль. Также чеснок, тертый на мелкой терке. И яблочный уксус. Подойдет любой 6 или 9%. Добавляю обжаренный лук прямо с маслом. Можно даже в теплом виде. И хорошенько перемешиваю. Разумеется, для более сбалансированного вкуса салатику нужно дать настояться несколько часов. А лучше всего поставить его в холодильник на ночь. Это как раз тот случай, когда чем дольше пропитывается, тем становится вкуснее. И лишний раз подчеркну, что количество специй берите исключительно на свой вкус. Особенно, что касается остроты. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Эта закуска придется, кстати, как к обычному ужину, так и к праздничному столу. Как вариант, я иногда добавляю сюда намного больше грибов, а затем использую их для канапе или добавляю салаты. Друзья, смотрите на моем канале еще больше, не менее интересных и вкусных закусок. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.